Кто такие рыбокожие люди? Какие чайные церемонии на страницах книг самые вкусные? Что такое под язык геймеров? Ответы на эти вопросы можно было получить на 8-й окружной научно-студенческой конференции «Я специалист». Она прошла в Наринмарском социально-гуманитарном колледже, который на протяжении 19 лет является площадкой для проведения окружных студенческих научных форумов. О самых интересных проектах расскажет Любовь Пермякова. Чай на Востоке был известен с глубокой древности. Россия первая среди европейских стран познакомилась с чаем. И это знакомство обернулось крепкой чайной дружбой. Вот уже более 300 лет почти каждый русский выпивает по несколько чашек чая в день, тем самым возводя его в ранг самых популярных. Участница конференции Алина Кожевина делится интересными фактами из истории этого напитка. Кстати, знакомству с ним мы обязаны монгольскому царю Алтынхану, который в 1638 году подарил 200 свертков китайской бумаги с какой-то травой Михаилу Федоровичу. Русские поначалу такому подарку обиделись, но со временем все-таки распробовали и оценили. В царской России он стал королем стола, а в советские времена помогал бороться с пьянством. Любили чаевничать писатели и поэты. И это привело к тому, что лист черного чая плавно лег на страницы белого листа. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин любил пить чай. И в романе Евгений Онегин мастерски подмечил, что на Руси, особенно в провинции, пьют чай с утра до вечера. Но не только чай стал вдохновителем для народов России. Например, для дальневосточных людей главным источником жизни стала рыба. Она служила не только едой, но и основой для одежды, обуви и еще целого ряда незаменимых в быту вещей. За что они получили название «Рыбьи кожи и люди». Об этом удивительном народе рассказала на конференции студентка Петколледжа Елена Бармаченко. Ведь их умение выделки рыбьих шкур сравни ювелирному искусству. Сложно представить, как сырую скользкую кожу со специфическим запахом они превращали в материал, напоминающий тончайшую замшу. Напоследок кожу проминали еще и руками, сантиметр за сантиметр, не оставляя ни одного жесткого участка. Иногда в завершение по поверхности проходились кусочки пензы, делая ее практически идеальной. Предназначенные особенно свадебные халаты шились светлой, почти белой кожей. Для этого выделенные шкурки вымораживали или обрабатывали специальной глиной. Цвет рыбьей кожи для повседневной ежды, промысловых костюм, а также обуви и рукавиц оставляли естественными. А еще аборигенам вплоть до конца 19 века оконные стекла в жилищах заменяла кожа киты и толстолоба. Материал, освоенный рыбьей кожами людьми много столетий назад, теперь называют кожей 21 века. А продвинутые дизайнеры используют его для самых смелых и даже дерзких идей, предлагая туфли из кожи лосося, бикини, брюки и даже свадебные платья, утверждая, что это неплохая альтернатива шкурам экзотических животных. Вообще спектр тем студенческих докладов на конференции был широк, и это позволило сформировать несколько секций. Проектная деятельность, медицина, искусство, краеведение, педагогика. По словам организаторов, с каждым годом растет не только количество направлений, но и число выступающих. И если в 1999 году их было всего шесть, то в этом уже тридцать. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.